Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Центр Сангейс, интернет-портал Радио Центр Сангейс, начинает свою программу и сегодня у нас в студии два очень интересных человека. Одного зовут доктор Айбек Изатов, MD, ну и напротив сидит Рита Борт, holistic health coach, официальный и blessed гид в духовном госпитале John of God. Ну а программа наша, тема нашей программы о целительстве, то есть существуют у нас традиционные методы, нетрадиционные методы и вот сегодня мы будем говорить о духовных методах исцеления. Координаты нашего центра 847-226-9956 это телефон Сангейс, солнечный ворот на конце буквы Сангейс 1-0-8 и тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, пишите нам. Ну и мы начинаем нашу программу. Доктор Айбек Изатов, пожалуйста, ваши вопросы к Рити Борт. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Рита. Здравствуйте, Айбек и здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, все, кто нас слушает в разных частях света. Значит, сегодня у нас интересная передача и Рита будет рассказывать о Бразилии, значит, методах лечения и тактиках лечения в этом необычном месте. Как он назывался? Называется Духовный госпиталь или Духовный центр Джоао-де-Зезус. Окей, Рита, очень интересно. Давай тогда мы в деталях разберем, что там происходит. И, пожалуйста, скажи нам, какие там компоненты, значит, какие методы лечения принимаются в этом центре и что ожидать людям, которые собирают сюда приехать? Ну, на самом деле, происходят удивительные вещи и методов лечения, что ли. Там очень много правил, очень много возможностей, но все происходит на уровне энергии. То есть все связано с энергетикой и с духовностью. И, значит, ну, расскажи там, есть Духи, я так слышал, есть, но не бесы, да? Духи и кристаллы и медиумы. Ну да, медиум один через тело Джоао происходит, в общем-то, все излечение. Духи нас сканируют. Вот он просто отдает свое физическое тело тем самым Духам, которые нам помогают, которые нас видят. Вот. А в принципе, да, помогают и кристаллы, и те высокие вибрации, в которых мы находимся. Все это в комплексе, и помогают чувствовать себя там лучше. И изменяется процесс мышления, и мы открываемся, наше сердце открывается. Когда сердце открывается, сердце больше любви, вот тогда и происходят настоящие процессы выздоровления. На любых уровнях позволяют нам подняться как бы в энергетические, и вот то, что мы называем, если мы вибрируем на нижних чакрах, или мы вибрируем на высших чакрах, когда мы приближаемся, и мы ближе к Богу, мы ближе к космосу, мы ближе к тем, и к Духам тоже. Да, значит, ты мне одно скажи, там лечат Духи, или лечат кристаллы, или лечат этот... Все вместе, все вместе. Как его зовут? Джоау. Нет, Джоау на самом деле говорит, что он как бы человек средний между нами и Богом, и так его назвали люди, на самом деле, Джоау. Мидиум. Джоау от Бога, а на самом деле да, он мидиум. Значит, три у нас идёт компонента, это мидиум, кристаллы и духи. И духи. Окей. Духи через физическое тело Джоау, да. Хорошо, значит, задача каждого в чём? Духи лечат что? Мидиум лечит что? И кристаллы лечат что? Ну, чтобы мы знали. Ну, понятно, понятно. Ну, на самом деле, мидиум ничего не лечит. Ничего не лечит, зачем тогда-то ехать? Мидиум ничего не лечит, он предоставляет своё тело, а духи, которые через него нас как бы видят, они нас сканируют, они нас видят просто. Ну, хоть можно в это верить, можно не верить, но вот они нас видят и знают, что нам нужно. А через тело Джоау они передают эту информацию. Хорошо, следующий вопрос. Да. Зачем это нужно духам? Что им больше делать нечего? Потрясающий вопрос. Ну, серьезно. Я думаю, что их, так как они уже не инкорпорируются в физическое тело, находятся где-то там, высоко и далеко, и для нас не видны, то они хотят нам помочь. Ну, выгода в чём? Например, если бы я был духом, да, честно говоря, я бы хотел, чтобы все быстренько умерли, пришли в мой мир, и я бы с ними have fun, you know. Ну, это doesn't make sense, ну, знаешь, это не имеет смысла, духом помогать другим духам, которые находятся в теле, или всё-таки что-то он объясняет вашим медиумам, на самом деле, что... Ну, я думаю, что, во-первых, духи есть разные. Наверняка есть тем, которым действительно по барабану, а есть те, которые в своих воплощениях, они были врачами, докторами, какими-то известными людьми, и когда они уже не воплощаются в физическое тело, их целью является помочь тем, кто находится ещё на земле. И вообще, на самом деле, как нам объясняют, опять же, они только ждут, чтобы мы их попросили. И вот поэтому, если мы их просим, так же, как ангелов, те, кто верит в ангелов, если мы их просим, они нам приходят и помогают, и делают это при великим удовольствием, потому что это их, наверное, думаю, что это их работа, там, где мы их не видим. Хорошо, хорошо, другой вопрос. Тоже я хочу, знаешь, скрутинайся. Хорошо, хорошо, договорились. До деталей такого. Давай. Вот, если есть хорошие духи, значит, есть плохие духи, так? Возможно, возможно, я с ними не встречалась. Окей, значит, там идёт какая-то борьба между духами, и, ну, так сказать, о поле деятельности, получается, люди, которые в теле. Например, плохие духи, они возрождают какие-то заболевания, а хорошие духи начинают их лечить. Это в этом смысле? Ты знаешь, что вот мне не хочется думать, на самом деле, что есть плохие духи. То есть, потому что... Ну, ладно, тихо. Они, они... Я понял. Нет, мне хочется верить, что их нету, потому что те, которые плохие, находятся где-то глубоко внизу. Это твоё мнение или это вам медиум? Нет, нет, медиумы, конечно, медиум нам говорит о том, что те, которые находятся там, которые нам, они нам помогают. Окей, они нам помогают. Всё, с этим мы решили. Давай перейдём к кристаллами. Хорошо. Значит, кристаллы, по сути дела, это минералы, которые не имеют ни духов и не имеют никакого сознания, так? Но на самом деле они живые. А, они живые. Да, они живые. И их жизнь проявляется в их вибрации, так? Угу. И что мы получаем от них, если у нас кристаллы? На самом деле, да, кристаллы очищают, они способствуют очищению нашего физического и энергетического тела. Наверное, даже больше энергетического. Когда мы очищаем энергетическое тело от блоков, то наше физическое тело начинает выздоравливать. Вот, они влияют на наши чакры положительным образом. Причём есть разные кристаллы для разных чакр. Так, а эта информация откуда? Тоже оттуда? Ну, я думаю, это всеизвестная информация, это не common sense, но я думаю, что кристаллы исследовали и учёные, и кристаллами лечение производилось ещё с времён Атлантиды, с давних пор, поэтому это давно известный факт. И я думаю, что и учёные тоже это исследовали. Вот, поэтому суть в том только, что как их применять и как с ними работать, и кристаллы оттуда, они ещё как бы блэст. Я так понял, что, значит, определённой системы нет, просто как бы вот эти вот три факта, они сами между собой определяют, какой элемент должен быть больше в этом случае, какой элемент меньше. И в зависимости от заболевания, значит, происходит какая-то интеракция между заболевшим и вот этими тремя основными методами воздействия, да? Ну, на самом деле, там довольно серьёзная организация и очень много правил. Это духовный госпиталь, но все правила нам спускаются сверху. А так как правил очень много, они периодически меняются, то есть так как им там виднее, что нам нужно, то правила периодически меняются, и их много. И для того, чтобы человеку, приехавшему первый раз, понять и разобраться во всём этом, что происходит, довольно трудно. Именно поэтому желательно рекомендуется, особенно в первый раз, приехать с гидом. И в таком случае мы, не только я, гидов много, а мы помогаем следовать. Когда мы следуем этим правилам, то процесс выздоровления происходит быстрее. И он как бы идёт по более прямому пути, чем если мы приедем сами и начинаем разбираться. Вот у нас был опыт на самом деле, мы первый раз приехали сами, и это было очень сложно, потому что надо было постоянно искать кого-то, задавать вопросы, много чего было непонятно. Вот, а когда я привожу людей, всё происходит потихонечку, как говорится, степ-бай-степ, шаг за шагом мы движемся к результатам. Отлично. Ну вот из твоего личного опыта, ты видела действительно, что человек изменился, и человек действительно получил облегчение или лечение? Да, конечно, конечно. Но случаи бывают очень разные. Опять же, я повторяю, если буду повторять много раз, мы думаем, что мы знаем, что нам нужно, а им там сверху, они знают, они знают лучше. И хочется, чтобы в это все поверили. Потому что мы не всегда чётко знаем, что нам нужно. Мы думаем, что нам нужно лечить. И это бывает и в восточной медицине тоже. Мы думаем, что нам нужно лечить одно, а на самом деле это корни, это лежат совсем в другом. И в этом и существует и связь между органами и системами, и нашим сознанием и так далее. Вот, поэтому мы приезжаем... Ну, я немножко отвлеклась, но я сейчас конкретным примером перейду. Мы, когда приезжаем, мы думаем, что вот надо лечить, допустим, не знаю, желудок, да? А на самом деле сначала надо начать с головы, поменять, может быть, немножко своё сознание или открыть своё сердце, как там говорят. Первые самые изменения я вижу в людях, когда я привожу буквально уже на второй день. Они приезжают, они заходят в гостиницу и говорят, какая же маленькая комната, я тут не привыкла, я тут не смогу и так далее. Хотя в комнате всё есть, всё довольно чисто и всё необходимое, что нужно человеку. А на второй день человек просто меняется. Я уже не слышу ни одного звука о том, что комната плохая, люди начинают друг другу помогать. Ну, просто совершенно человек преображается. Это первое изменение, которое происходит. Ну, а дальше бывают случаи всякие. Бывает, что сначала становится хуже, а потом лучше. Как бы происходит кризис, кризис выздоровления. Бывают случаи, и такие у меня было несколько, когда у человека серьёзное заболевание, допустим, рак, и он избегал всяких ментаментозных, то есть избегал западной медицины и думал, что он всё сможет сделать сам, излечиться. Вот, а когда мы приходим к Джоау, он просто открытым текстом говорит, тебе надо приехать домой и сделать операцию. И у меня была такая женщина, у которой был рак горла, и она всячески лечилась соками, там, сыроедением, всевозможными вариантами. А когда действительно приехал домой, она сделала операцию и очень была этому рада. Потому что процесс излечения пошёл быстрее. Я понимаю, но тогда, если возникает вопрос, да, может, пускай они идут прямо... Так вот не идут же прямо. Но боятся, да? Наверное, с одной стороны боятся, с другой стороны, когда приезжают туда, появляется уверенность в том, что болезнь уйдёт. Вот. Видимо, на это влияет и само место, и духи, и всё остальное. Да, слушаю. Интересно? Очень интересно, да. Я бы сам поехал, конечно, если бы заболел, но не дай бог заболел. Так зачем ехать? Не надо ехать больному. Я и говорю о том, что туда... Это может быть и профилактика, с одной стороны. А с другой стороны, сердце открывается, люди трансформируются. Мы поехали, мы не были больными первый раз. Ну, а с другой стороны, я всё-таки считаю, что если сделать правильное обследование, если поставить правильный диагноз и получить appropriate treatment, то человек просто не будет больным. Это зависит от его организационной, так сказать, ситуации, способностей. И вовремя опознать в себе, значит, патологические симптомы, пойти к хорошему врачу, значит, найти действительно, что происходит вовремя, и поймать этот момент, когда медикаментозное лечение является эффективным, и просто избавиться от этого. Но люди, они, так сказать, ленивые, они думают, а, завтра пройдёт, послезавтра пройдёт, давай я выпью яичко там, я сделаю этот отварчик, и всё пройдёт. Но таким образом, значит, всё уходит в хронику, и потом уже даже медицина не может этому помочь. Просто, может быть, лучше, ну так, превенчив, так сказать, методами профилактическими, людям дать возможность понять, что нужно сразу это лечить и идти к врачам, или всё-таки ждать, пока мы дойдём до какого-то момента, и потом везти в Бразилию. Да нет, конечно, ты абсолютно тут прав, и я полностью согласна. И этому подтверждают те же самые духи, эндити наши любимые, многих любимые, потому что там говорят, что лечение должно идти параллельно. Но мы не исключаем других факторов и в заболеваниях, и в излечении о том, что на человека влияет и карма из прошлых жизней. Я надеюсь, ты с этим согласишься. Да. И наше сознание, позитивное и негативное мышление. Вот, честно тебе сказать, Лита, я давно занимаюсь и традиционной, и нетрадиционной медициной, и, знаешь, я изучал традиционную медицину очень глубоко, значит, и американскую, и советскую. Потом, естественно, аюрведа, авиацина, чакраварти, ну, в общем, что хочешь, канон врачебной медицине, вот это я изучил. Я тебе одно и скажу. Дело в том, что есть одно самое, значит, эффективное лекарство на Земле. Да. И это лекарство — вода. Угу. Просто нужно уметь пользоваться им. Да. И если человек научится этим пользоваться, он никогда не будет болеть. А всё остальное, да, я понимаю, что люди надеются, значит, кушая неправильно, живя неправильно, не заболеть — это не работает. Сейчас уже дети начинают болеть в раннем возрасте, потому что всё, что творится сейчас на Земле — это ужас какой-то. пища у нас несъедобная. Особенно в Америке. И потихонечку превращается в яд. Не особенно, это везде, а не только в Америке. И поэтому я говорю, бедные врачи сейчас, у них столько проблем с, ну, с людьми, все болеют. И, ну, я хочу сказать, что... Врачи бедные, они на самом деле... Не, я имею в виду в том смысле, что они даже не могут помочь многим, понимаешь? Это правда. Это вот так в тупик вставят. И столько диагнозов, нужно, значит, сделать дифференциацию, нужно... Во-первых, у тебя время ограничено, тебе дают 25 минут на больного, понимаешь? Ты должен сделать с ним интервью, значит, потом уже patient note, так сказать, быстренько написать, и сделать work-up, you know, investigations and all that. Это тебя ограничили во времени, и ты, естественно, не будешь ему объяснять, что нужно делать на самом деле, а просто даешь ему, выписываешь быстренько. Значит, таблетки и свободен. Понимаешь? И этим самым, как бы, врачи себя дискредитировали. Понимаешь, работая на лойера, врач себя быстренько ограничивает, защищает себя от всех проблем, но при этом проблема не решена. И нужно, конечно, как ты говоришь правильно, нужно профилактику, образование, значит. Абсолютно, образование в первую очередь. Да, и вот ваш медиум правильно делает. Да. Там говорят, ни в коем случае не отказываться от врачей, не отказываться от лекарств. Вести с собой все коментозные средства, которые принимаются раньше, для того, чтобы... А потом уже, если уже человек видит и чувствует, что ему становится лучше... Часто, кстати, приезжают врачи, которые просто поражаются тому, что там происходит на их глазах. И они часто не могут найти ответа. Врачи, я тебе так скажу, если врач знает медицину, значит, западную... Да. Но при этом не знает медицину восточную, то сейчас он, это врач, не врач. Он, так сказать, наполовину врач. Поэтому нужно знать... Сейчас нужно знать всё, действительно. И сейчас идёт тенденция, что с каждым годом, с каждым годом больные уходят, значит, ну, в сторону восточную медицины. Там гомеопатия, там... Аккупанкция. Да, и медицина озабочена в этом смысле. В смысле, ну, не то чтобы озабочена, но как бы... Встревожена, знаешь, в этом понятии, потому что теряются многие клиенты там, в Востоке. В общем, вот такие дела, Рита, да? Да. Я вообще думаю, что человек должен выбрать для себя путь и не останавливаться. Особенно люди больные. Вообще, к нам приходит очень много людей сюда, в центр, которые не хотят пользоваться услугами, то есть западной медицины, да, сделать анализы, сделать тесты, знать свой диагноз, а потом уже искать какие-то пути, которые помогут без... Во всяком случае, не используя таблетки и химикаты, которые нас, я не знаю, помогают ли нам или наоборот, калечат, что называется. То есть способов излечения масса. Просто каждый человек должен быть, что ли, искать для себя, искать для себя и разобраться в себе, а не просто надеяться на врача. Или даже на... Кстати, мы называем это эзотерической таблеткой, когда люди начинают надеяться только на целителей или на что-то такое, опять же, даже того же, тоже Бразилию. Я тоже считаю, что это не может так работать. Он должен взять, ну, то есть всё в свои руки и разобраться в себе. И понять, какой образ жизни он ведёт, что ему надо сделать и что поменять. Я как коуч людей всегда учу, что им нужно просто понимать, что нужно изменить в себе, как изменить свой образ жизни. Я не знаю, что-то изменять потихонечку, для того, чтобы быть здоровее. Изменить изменений не получится. Знаешь, ты прав. Знание — это действительно сила. Нужно знать. Нужно действительно знать. Я лет 15 назад попал в такое общество человека, который знает фармакологию, лучше любого фармациста. И одновременно он знает травы. Значит, по тибетской медицине и по индийской медицине. И, в общем, я у него работал. Я это, кстати, написал об этом человеке в вот этой книге своей. Откровение гения Хазрата. Его Хазрат зовут. И, значит, вот там он понимал, что западная медицина имеет свой потенциал. Восточный имеет свой потенциал. И вот мы делали у него свои точки, где он продавал лекарства. Значит, в аптеках, там на базарах, там все им продавали. В общем, мы ездили, разводили. И он делал лекарства. Он смешивал, значит, народную медицину с западной. Он брал даже гормональные препараты. Я вообще был в шоке, когда я видел, что там творилось. Но настолько эффективные лекарства, такие серьезные заболевания, как витилиго, псориаз, полностью проходили. Там женщина, она вылечилась, она стала всю жизнь приходить и там у него убираться. Она не могла выразить своей благодарности. И вот она там, я помню, она приходила с утра и там начинала все драить. И все забесплатно. Она сказала, я буду всю жизнь вам. Ну, как там говорится, не раб, а как это, ну, как это, гувернатка или служанка. В общем, я хочу сказать, что человек, понял сущность всего, хорошие знания и просто он сделал такую совокупность и просто уникально работает. Поэтому нужно людям давать знания. Давать знания и давать информацию. И нужно искать, не останавливаться на достигнутом, наверное, искать, идти дальше и расти. Расти духовно, расти в своем сознании. И вообще все будет замечательно. Я вообще считаю, что думать надо позитивно, и тогда вообще все будет хорошо. Так, ну мы с тобой так мило побеседовали. Да. Даже забыли, что мы на радио находимся. Да, что тут, радио, да, замечательная вещь, надо нас слушать. И не только нас, вообще тут очень интересные передачи происходят. Я хочу просто сказать, что тем, кто нас слушает и заинтересован, поездка следующая состоится 2 мая. Времени совсем мало. Если еще вот что-то где-то кликнуло и вы хотите присоединиться, можно пойти на нашу веб-сайт sungatecenter.com или позвонить мне 847-345-0988 и просто очень это быстро сделать, потому что времени совсем мало и мест тоже. И хочу сказать, что если кто-то нас слышит в Америке, сейчас билеты вообще на самолет потрясающе, удивительно, необыкновенно дешевые. Серьезно? Да. То есть, если мы когда-то ездили, летали в Бразилию вот с одной остановкой и платили 1200-1500 долларов, то сегодня они стоят 600. Вау. Да. Это туда-сюда? Туда-сюда. Это как внеучшество, да? Да. Вот. Поэтому вот такая информация для тех, кто еще хочет успеть. Да, я думаю, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Ой, это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Я представляю, какая там у нас обстановка. Там спокойно, там тихо, хорошо. Причем, самое главное, что когда нас, мы приезжаем, и нас не волнуют вот наши повседневные проблемы, и можно две недели вообще провести в совершенно удивительной обстановке, когда тебя все любят. Ну, в общем, это, это, я бы сказала так, территория любви. Это мне напоминает, допустим, Dominicans All Inclusive. Ну, это гораздо лучше. Там тоже все тебя любят. Там все вокруг тебя. Ну, тут, кстати, тут тоже все питание включено, причем оно совершенно свежее. Только что росло на грядке, можно сказать. Все с маркета. это очень, еда вот по сравнению, люди у меня уезжают и говорят, что как же мы будем там дома вообще без вот этой свежей. А там у них свой огород, и они все это... Нет, ну, это все просто покупается на маркете, привозится в гостиницу, и там готовят прямо все свежее. Так сколько все это All Inclusive получается? All Inclusive получается 1800 долларов на две недели. плюс самолет. То же самое, как туда включается... Питание, проживание, перелет. Перелет не включается. Перелет не включается. Значит, на человека приблизительно две с половиной тысячи уходит. За две недели, так? Да, наверное. Ну, то же самое, что съездить в Мексику. Да, только вещи-то разные. Там мы лежим на пляже, загораем, и что? И выпиваем иногда еще. Тут как раз наоборот. Тут просто отдыхает. Тут отдыхает душа. Душа. Тут отдыхает душа. Там массаж, естественно, да, наверное, есть? Массаж есть, но там тоже есть определенные правила, которые мы сейчас даваться не будем. Правил, на самом деле, много, поэтому детали уходить не будем. Детали все при персональной встрече. Но там есть, естественно, душка. Конечно. Бассейн, наверное, тоже есть. Бассейн есть, бассейн нам редко пользуются, но там, кроме бассейна, есть совершенно удивительный секрет, то, что называется, водопад. Он был открыт немножко позже, чем Джануга туда приехал, на это место. Но это водопад удивительный, потрясающий, совершенно удивительная энергия. Он прямо там, как бы в джунглях. Там нельзя фотографировать, поэтому никогда вы не увидите никаких фотографий. Вам нужно только увидеть. И там есть определенная церемония, прежде чем зайти на этот водопад. Он очищает от всех ненужных, негативных энергий. Ну а комары, букашки, такого нет. О комарях просто не будем. Всё это, всё хорошо, всё спокойно. Потому что, знаешь, обычно на природе там всегда какие-то змеи. Ну, есть масла, есть определенные средства, которыми можно намазаться, побрезгаться, и комары кусать не будут. Зато есть бабочки. Бабочки есть, да? Завидеть на красивые бабочки. А погода как? Вот, погода хорошая всегда, но вот, допустим, осенью, когда у нас весна, там осень, в ноябре там просто может быть немножко больше дождей. А сейчас, в ноябре, декабре, да, до марта. Сейчас там у них осень, так? Сейчас у них осень, да. Да, сейчас осень, и погода очень хорошая. Дождей нету, где-то 88 днём. Всё поспело, всё вкусненько, наверное. Там всегда есть фрукты. У нас манго, просто можно сказать, падает на голову. Там вот, когда мы медитируем, на террасе, сейчас, наверное, авокадо уже много опять выросло. Я понимаю. А какие-то нужны вакцины получить прежде чем? Или там препараты какие-то? Нет, мы не делаем никогда никаких. В Бразилии там, по-моему, в медицине применяют Клара Куин или что-то такое для избежания малярии? Такого нет? Ну, мы не делаем, когда едем, никогда не делаем никаких прививок. Делаем только визы. Для того, чтобы въехать. А туда уже визы, да? Ну, кстати, россиянам, россиянам, литовцам и украинцам, у кого есть паспорта, кто живёт в Америке, им не нужна виза. А американцам нужна? Американцам нужна. Почему? Ну, трудно ответить, тоже, наверное, вопрос политический. Наверное, не доверяют. Нехорошо. Ну, это не проблема тоже. У нас в Чикаго есть консульство. Трампу это бы не понравилось. Виза делается очень быстро, проблем нет. Да. Окей, в общем, очень интересно. Да, спасибо. Ещё что-то хочешь добавить? Да нет, можно только повторить телефон 847-345-0988. Звоните и поедем всё вместе. Договорились. Спасибо, Айбек. Спасибо вам. Дай Бог здоровья, долгих лет жизни, не болейте и всегда будьте, держите руку на пульсе. Спасибо большое всем радиослушателям. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»